Проблема нас привела тут такая, мы даже не думали. У нас мыслей не было, чтобы наш сын попал в такую историю. И когда они мне сказали, что у вас сын конченый наркоман, и со стажем 15 лет, я был в шоке. Вы не знали? Мы вообще не могли подумать об этом. Это возможно так скрывать? Да, как он потом нам сказал, что самые хитрые, самые изворотливые, это наркоманы. Но у него последние годы, ну вот, уже лет 10, наверное, почему он так, все скрыто было. У него свой бизнес, мы ему помогаем, там деньги крутятся большие. И это все было незаметно просто. Мы смотрели, как будто бы, работает все, нет, нет, нет. Ну да, в нем бывали такие моменты, что он жаловался, что у него голова были, что ему плохо, что у него тошнит, что это самое. А тут вот, ну, прекрасно врезал звонок, не мне, а жене. Валентир Ивановна, да, это одесский отдел по бреде с незаконным оборотом наркотиков. Ну, упали. Приезжают два парня, так и так взяли его. И взяли его с методоном, это самый такой. Ну, потом начал он рассказывать, как это получилось. Начал он с мавлов, с травкой, с мурухами. Потом попробовал опил. Сразу доза, потом две. Ну, а когда его уже взяли, это было уже страшно. Ну, хотя, я потом посмотрел, какие он мучения, что он испытал, я думал, что он близко не подойдет к этому мужчине. Во время ломки? Ой, что это было, это было страшно. Вы сразу обратились к врачам? Я его сразу забрал, отвез в Приднестровье, вызвал нарколога. Ну, как, неофициально все там было. Ну, мы не хотели оваться. Ну, полечим его, все там, капельницы. И он отошел. Потом он мне сказал, уже через год, наверное, я встречался с этим врачом. Он говорит, я сразу посмотрел на него и сказал, что толку с него никакого не будет. Прошло, значит, еще где-то месяцев восемь. И уже на работе, он в одно прекрасное время, меня мать вызывает, говорит, иди сюда, отец. Я говорю, что такое? Они сидят в машине, в автобусе, у него был спринтер. Он говорит, что? Она вся в слезах, я говорю, что случилось? Опять начал. Как начал? Он только за территорию Приднестрова выехал, сразу в аптеку, таблеток набрал, и пошло, и поехало, и поехало. И опять подумал. И тут он уже собрался с силой, он уже сказал, что я не могу. Я чувствую, что я или сам. Ну, уже это край был. Ну, и мы сразу через племянницу, племянница, через интернет нашла. То есть через интернет нашла? Да, нашла отца. Мы записались. Да, тогда было очень тяжело попасть сюда. Это было проблематично. И вот эти две с половиной недели нам уехать нельзя было, мы работали. И вот он так, он приезжает, утром оставляет нас, а сам начинает, и пил. И так, приехали сюда, вот сразу, первый же день, он очень активно начал работать. Все эти процедуры, все, 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 что надо, он все выполнял. Он именно работал. И вот он через пару дней сказал папу, у меня даже сейчас как-то и мысли всякие пропали. А то утром я просыпался, у меня первая мысль, как вас надурить в деньгах и быстрее бы вырваться за территорию отца, чтобы у него там точка была, где он брал. И мы прямо на трассу вывозили, он на трассе там выпивал, и ничего не было у нас, никаких вопросов. Но здесь, я говорю, да, через недельку где-то Виталий Иванович сказал, что с двери есть, я думаю, что с ним будет все в порядке. И вот, считайте, уже третий год, он у нас не пьет наркотиков, никаких. И все благодаря Виталию Ивановичу. Может быть, все-таки он обладает какой-то силой. Ну, понимаете, вот, к силе Виталия Ивановича надо добавить именно свое желание. Вот если у него есть желание, он сказал, что я вот никогда уже мне... В его теории даже меня больше сюда не привозить, не кодировать, ничего. Я больше к этому не вернусь, потому что я уже все прошел, и все отца. Но мы уже, вот это подсознание страха, мы постоянно... Выждет. А вдруг, вот смотри, мать, что-то у него не то. Потому что где-то с апреля по декабрь месяц, мы все время вместе. Но бизнес, мы ему помогаем работать. Там большие деньги крутятся, все, но... Так вот смотри, ой, мать, что-то у него не то. Владик, ты сам, да ну что вы, ну давайте я в любую, в любой момент, дня и ночи пойду, я сдам анализы, вам все одну цена. А вот когда он принимал, да, он им орал, там, да, да, смотрите, не дзамая, ну они же хитрые. Вот он спереди все показывает, снял трусы, дед, тут не дешь, ничего не видно. Ну а мы же, посмотрите, сзади, у него вся задница как там. Или все лето ходил с длинным рукавом. Он же бедный шарел. Как он сказал, что это самые хитрые, самые изворотливые, это наркоманы. Ну что я бы хотел посоветовать родителям, которые попали в такую ситуацию. Знаете, ну криками, воплями, ну наглостью и крайними мерами мы ничем, мы ничем не поможем. Это надо просто, я не знаю, как-то, ну я думаю, просто надо как-то с ним общаться все время, говорить об этом, вот самое, да, и вот когда Владик рассказывал, какие им показывают ролики, показывают вот это все, какие там он, ну там, ощущения неисприемленные, но не наркотик, а алкоголик. Тут надо только сила воли. И, конечно, Виталию Ивановичу большое спасибо, мне, и поэтому не только я, и многие родители, скажем, большое-большое за это спасибо. Да, вот этот, он говорит, что там надо, да, именно работать, и именно вот этим дыханием вводить себя, именно в этот транс, который человек, что он подсознанием, что он уничтожает это. Он говорит, когда вот, вот на смотре вот этих роликов, где пилят ноги и это самое, ну просто, человек сидит, ему отпиливают ногу, он ничего не чувствует, это вот самое, и потом, когда начинается вот этот сеанс, и ассистенты, Виталия Ивановича, носят под носом вот это вот мясо, да, ну вот представляешь, это, да, у него, говорит, там очень тяжело, это там с нормальной психикой, наверное, там человек не выдерживает. И вот он говорит, что он очень много помогает. У него, говорит, даже вот мысли, бывает, что, ну как посмотришь, говорит, вот этот запах, вот это все, алкоголь, он, говорит, ну вот алкоголь, он уже третий год не пьет, да, у него с печенью проблема, ну-ка, у всех наркоманов проблема с печенью, да, было все, вот, и вот он говорит, что, вот ты знаешь, пап, я уже три года без алкоголя, в этом даже какая-то изюмка есть. Я говорю, благодаря Виталию Ивановичу сейчас у него все прекрасно, он, не знаю, даже у него и мыслей нет, и он старается, и работает, и... Если у кого-то... Ну, надо сюда ехать только с желанием, а влаживать большие деньги сюда, и потом через 3-4 месяца опять срываться, и это не, не выходит. Все здоровы. И вот что еще мне поразило, вот это его, когда человек... Можете рассказать об этом подробно? Ну, просто, любого ловит, и там... В коридоре прям ловит? Да, в коридоре вот так ставим, что-то там, и такой, все, и человек падает. А для чего он это делает? Ну, вот это подсознание, он его убивает, подсознание, мне кажется, что этот вот самый... Ну, один из методов его такой, борьбы с этим. Все равно подсознание где-то остается, вот это, как он говорит, мы не можем полностью уничтожить, но все равно где-то есть. Вот видно, вот этим самым он убивает. Ну, Владик, какой же здоровый у нас, ну, вот так его ложил, сколько раз, но, что самое интересное, никто не падал, не разбивался, ни руки не ломал, ничего. Ну, да. Здесь он нам нравится, все вот самое. Ну, сказал еще, еще в следующий год мы опять приедем, потом попробуем. Уже надо надо еще. Ну, да, думаю, там... Вы можете что-то посоветовать людям, которые думают, ну, вот раздумывают ехать или не ехать, например, да? Я советую всем, кто думает, ехать или не ехать, слово не ехать, отбросить. Надо ехать. Здесь хоть маленькая доля, хоть какой-то, но все-таки есть. Есть надежда, что человек избавится. Есть надежда.